Добрый вечер. Добрый. Как побороть страх остаться совсем без денег? Был негативный опыт потери работы и сбережений одновременно. Значит, ваша патологическая зависимость от денег воспитывает вас таким способом. Еще раз, упрощайте. Вот вы боитесь потерять деньги. Вы очень низко оцениваете свои способности, свои знания в той области, за счет которой получаете деньги, вознаграждения. Значит, углубляем область, что-то к себе более перспективно-технологическое подтягивает и откладываем на какую-нибудь такую очень значимую покупку. Вот позвольте себе то, что вы никогда не позволили. В это самое время. Вот разрешите себе. Вы же все себе изначально запрещаете. Вы запрещаете себе кушать то, что вы хотите. Вы запрещаете себе вещи, которые вы хотите. Но с упоением и завистью смотрите на эти вещи, на эти продукты, когда их покупает другой. И это называется себя убивать. Вот замечтайте себе такую какую-то задачку емкую в плане материальной, чтобы ваш дух захватило. Конвертик берем и туда откладываем. И идем, не останавливаемся, пообещали, делаем. И не важно, сколько вы будете откладывать. Главное ежемесячно зарплаты. И кушать позволять себе, и музыку слушать. Опять возвращаемся к себе. Что вы хотите. Весь мир, он без вас справится. Но ваше очень внутреннее, хорошее, достойное, высокочастотное, приятное, такое чистое состояние, однозначно, я вам гарантирую, будет способствовать в этом мире быстрому, ну, по крайней мере, миллиметровому, но от каждого по миллиметру будет километр. Настройки, все-таки выхода из этого ужаса, в котором мы с вами сейчас живем. Если вы будете это без конца в себе аккумулировать, нас тут вообще медным тазом накроют. Все страхи, они придуманы. Вся разрешительная или запретительная база, она придумана. И если вы начнете делать то, что никогда не делали, да, страшно, да, мои тут тоже все боятся, а я как что-нибудь тут устрою, вот они как-то справляются. И все отключается сразу. Задачу поставьте более высокую. Перестаньте его бояться за эти пять тысяч. Поставьте себе пятьдесят потратить на какое-нибудь с ног сшибательное платье, чтобы дуб захватил. И выполните эту задачу по отношению к себе. Вот тогда будет интересно. А вот это сидеть из последнего, притягивать к себе вот этот конец, начало очередной непростой ситуации в плане смены работы, что поменяется? Работа одна и та же, только место, как условия разные. Было там на одном конце города, стало на другом конце города. И все, вывеска меняется. Но продаете вы только то, что вы знаете. Так вы должны знать в тысячу раз больше, чем те, которые пытаются вас купить. А уж если будете договариваться, ну, настолько должны быть аргументы с вашей стороны, чтобы тем людям, которые пытаются вас обманить, обмануть, ну, было крайне неудобно. Крайне неудобно. Вот тогда да. Чего вы сидите под скулюете-то? Еще ничего не начиналось, по большому счету. Настолько предупреждают о том, что может что-то быть. А вы уже все то в гробе, то на кухне, то уже вот, ну, все, прям, легли. Вы жить собираетесь вообще или нет?